Министр обороны говорит, слушай, а где же он такой может достать? Я говорю, вот, я помогу. Всему министерству обороны мы сможем обеспечить все министерство обороны Казахстана нашими телефонами. И, наверное, скоро уже появятся и планшеты на базе Йота и другие, в том числе и учебники, мы над этим сейчас работаем. Вот здесь присутствует Влад Матмарденов, директор Йота Девайс. Я думаю, что он наверняка вам уже рассказал о своих планах. Правда, кое-какие планы еще секретные, не хочет все показывать, но тем не менее они есть. К сожалению, доля импорта в сфере российских IT составляет практически 100%. В Телекоме, например, только 10% продукции можно считать условно отечественной. Условно потому, что и эта малая доля построена с использованием импортной электронной компонентной базы. Даже появился такой термин псевдо-импортозамещение. Это когда из иностранных компонентов собирается готовый продукт, у него ставится клеймо, сделано в России, и формально он считается отечественным. Но это, конечно, никого не обманывает. И, к сожалению, вот сейчас мы посмотрели выставку, к сожалению, такой продукции у нас и здесь она предоставлена. Хотелось бы, конечно, чтобы со временем, может быть, через год, через два, через три, через пять, когда наш инополис заработает на полную мощность, мы все-таки сможем создать максимально свою отечественную продукцию. При этом очевидно, что в массовом сегменте гражданской электронной продукции нет смысла в полном импортозамещении. Но оно критично и критически важно в областях, которые связаны с защитой стратегических интересов страны, ее промышленности и экономики. Вместе с тем надо учитывать, что наращивание прямого импортозамещения компонентной базы в отрыве от разработок конечных аппаратов продуктов только вредит отрасли. Пока создается российский аналог, зарубежные разработки не стоят на месте. Поэтому здесь необходим и системный подход, и комплексные целевые проекты.